Добрый день! Сегодня я решил продолжить нашу застарелую-застарелую тему про сознание. Но хочу ограничиться только одним, одним конкретным вопросом. Продолжить наш спор и с Булатом, и с Антоном, который состоялся несколько месяцев назад, по поводу термина сознания. Именно термина сознания. И я хочу сегодня обосновать одну простую мысль, и чтобы больше к ней никогда не возвращаться. Что термин сознания, слово сознания, это аммоним. То есть, как слово русская коса имеет три известных значения. И это никого не волнует, все прекрасно понимают, что у этого слова три значения. И то, что слово сознание тоже аммоним, и имеет как минимум 3-4, а то и 5 значений, в которых используется оно в разных сферах, в разных философских направлениях. И даже внутри одного философского направления разными философами. Просто это нужно знать, это нужно принять, это нужно иметь в виду и никогда не оспаривать. Просто нужно знать. Ну вот так сложилось. Согласны мы с этим? Не согласны мы с этим? Хотим мы с этим бороться? Не хотим с этим бороться? Но это так. Всякое слово имеет, может быть, значение. Не всякое. Всякое. Не всякое. Привед пример. Вот сорванность языка. Я хотел привести пример. Вот, например, мы используем слово, понятие такое, жизнь. И, в принципе, казалось бы, вот сколько мы попросим дать определение жизни, мы получим разные определения. Кто-то будет говорить про репликацию, кто-то будет говорить про реакцию, восприятие. Кто-то будет... Александр, давайте. Кто-то будет... То есть, но здесь, в данном случае, я прекрасно понимаю, что все говорящие отличают неживой камень от живого организма. Вот собака это живая, а камень неживой. Различия камня от собаки все укажут разные. Но то, что некая жизнь, вот есть это что-то понятное, и все говорят, когда мы говорим жизнь, все понимают именно о живом, о биологическом чем. Вот о биологических процессах в живой клетке и в биологических организмах многоклеточных. Вот они вполне определены. Это системы ДНК, РНК, белков. Это вот одно. То есть, вы хотите сказать, что, несмотря на то, что люди, допустим, определяют жизнь, дают разные определения... Детерения, но они говорят об одном. Но они как бы, да, вот это означаемое, которое они пытаются... Да, сущность, вот эта сущность, сущность, о которой они говорят, они, в принципе, говорят об одном. И вот я не могу себе представить, что человек говорил о жизни, о чем-то принципиально другом, чем два разных человека, они говорят о разных сущностях. Они говорят о одной сущности, но смотрят с разных сторон, с разных точек зрения, с разных уровней. Кто-то с молекулярного уровня смотрит, кто-то смотрит с психологического уровня, кто-то, может быть, даже с божественного уровня, в духовного может смотреть на жизнь. Но они все равно будут указывать на одну точку. Так вот, я утверждаю, что когда люди говорят о сознании, они указывают в разные точки, на разные сущности. После прошлого обсуждения, до которого я не закончил, мне нужно было бежать на автобус, я убежал, развязался спор на философском штурме по этой тематике. Я говорю, ну вот, ребята, вы предоставили богатый материал для обсуждения. Вот я читаю шесть пунктов. Сознание — это основная характеристика живого организма, отличающая его от неживого, проявляющая в совокупности всех нервно-психических функций, присущих индивидууму и варьирующихся у разных видов живых особей в зависимости от физиологического строения и их нервной системы. То есть, это люди пишут, как они сами понимают. То есть, понятно, что человек написал и указал на психику. Другой человек пишет. Сознание — воображение. Когда я закрываю глаза, пытаюсь представить себе то же самое дерево, то это то, что я себе представляю деревом в моем сознании. То есть, сознание — это только его внутренние какие-то представления. Он называет это так. Правильно, неправильно, мы сейчас не обсуждаем. Вот человек вот так пишет. Сознание — это отражение живым существом, субъектом самого себя, своих ощущений, своих знаний о своих ощущениях. То есть, это уже какой-то рефлексии, о самосознании речь идет. Обычно с сознанием связывают самосознание, осознавание себя личностью, членом вида. Уже, значит, идет распространенная личность. Сознание есть опосредованное речью, отношение к действительности, вещам и так далее. Можно воспринимать мир непосредственно, при этом не осознавать ничего. То есть, человек считает, что если я ничего мысленно не произнес, слова не произнес, то это не имеет отношения к сознанию. Я не сознал. То есть, он уже указывает на мышление. Либо сознание — это перцептивная картинка, на которой фиксируется данность субъекту объектов, включая эмоции, чувства, мысли. То есть, я вот прочитаю шесть разных, и все они указывают, где-то пересекаются. Кто-то указывает на психику целиком. Кто-то указывает на мышление. Кто-то указывает на перцептивную картинку, когда человек теряет сознание. Кто-то указывает на личность. Кто-то сугубо на самосознание. Ладно, можно сказать, ну, что возьмешь-то, философский штурм, маргиналы, какие-то там люди. Я беру энциклопедию. Пожалуйста. Философский энциклопедический словарь. Сознание. Многообразие развлечений и их различий. Первичный опыт. А также предпочтение. Выделение того или иного элемента, различаемого в качестве переднего плана. И идентификация различенного. Философский словарь энциклопедический. Новейший философский словарь. Сознание представляет собой внутренний мир чувств, мыслей, идей и других духовных феноменов. Вот два словаря указывают уже на разные сущности. Одни указывают на многообразие развлечений и различий. То есть, по сути, что я вижу, различаю. Если что-то я хоть что-то различил, это мне дано в сознании в виде этого различия. Вот. Словарю. А другой говорит, да нет. Это внутренний мир чувств, мыслей, идей. То, что я только в себе. Почему же разные сущности? Разные абсолютно. Да нет. Я тоже даю определение сознания как способность человека к развлечению. И все, что за этим следует. Ну и что это? Александр. 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 Я поясняю, почему это разные. Вот в первом... Александр, давайте все-таки закончим. Вы до конца... Пока я еще зачитываю. Будет дискуссия. То есть, мы не будем прорываться по каждому термину. По каждому зачитанному пункту. Здесь различие четкое. Что в одном и в другом говорится о развлечении. Но во втором новейшем философском словаре указывается, что развлечение только мир чувств, мыслей и идей. То есть, если я различаю только чувства, мысли и идеи, мне даны в сознании. А в первом, всего развлеченного. Это существенная разница. Это существенная. То есть, когда я буду говорить, мне в сознании дан телевизор, составитель философского и инстинкопритического словаря скажет, да, вам в сознании дан телевизор, вы его развлечили на стене. А второй скажет, не, извините меня. Это не мир чувств, мыслей и идей. Сознание, телевизор существует объективно. А в сознании существует только ваше чувство и мысли. Третья история философии с энциклопедия. Сознание – одно из фундаментальных понятий философии, психологии, социологии, которая противостоит в контексте субъектно-объектной оппозиции, понятию бытия, как субъективно-объективному. Вот тоже, значит, телевизор объективный – это не сознание, а чувства мои субъективные – это сознание. Но вообще здесь запутано довольно так. Давайте дальше будем анализировать. Так, обсуждение проблем сознания в философском ключе – это обсуждение коренных сторон человеческого бытия, богатства и многоразия отношений человека к действительности, способность идеального воспроизведения действительности, знания о мире, включающие представление о роли и месте человека в нем, о смысле жизни. Похоже это на первое определение к развлечению? Здесь говорится о смысле жизни, о месте человека. Александр, то, что под определение развлечения подпадут все уменьшенные – да. Речь так говорит, что эти определения говорят, что вне вот этого, понимать, вне человека нет сознания. И наиболее обобщенным – это энциклопедия эпистемологии и философии наук под статья была Ликторского. Он действительно сначала написал общее определение, а потом привел различные примеры, которые, как понимают, в разных направлениях. Вот он написал «состояние психической жизни индивида, выражающееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида в отчете об этих событиях». То есть, что нам дано, то дано в сознании. Но он потом в статье указывает, что ряд философов отрежествляют сознание со знанием. Знанием. Сознание со знанием. Еще упирают на этимологии. Сознание. Значит, это связано с сознанием. Александр, дайте поговорить. Дайте. Понимаете, вот в том-то и получается, что мы с вами, может, говорить про разные сущности, может быть. Во-первых, я напоминаю, мы сейчас вообще не обсуждаем, что есть сознание. О понятии мы говорим, что есть термин, и этот термин является амонимичным. То есть, люди, употребляя его, указывают на разные сущности. И поэтому большинство споров о сознании терминологические, а не по существу. Потом многие указывают, что сознание связано со знанием. Ряд философов в качестве главного признака указывают интенсиональность, направленность на определенный предмет, объект. Иногда сознание связывается с вниманием. Наиболее влиятельной философией, психологией понимания сознания связано с толкованием его как самосознания, как самоотчета «я» в собственных действиях. То есть, некоторые считают, что вот если есть «я», вот «я» направил внимание на себя, отчет свои действия, это и есть моя работа в сознании. А я спрашиваю, а человек в непосредственном просто пространстве наблюдает, потеряв свое «я», не думая ни о чем, он без сознания? Ну, для каких-то определений он без сознания, в каких-то определениях он в сознании. Мы поняли, да. Вот. То есть, и, по сути, здесь больше обсуждать нечего. То есть, я хотел бы услышать, кто бы сказал, что все эти определения, все эти определения об одном, об одной сущности. Да, можно я, поскольку у меня уникальность, я рекомендую, все эти определения об одном слове. Значит, я уже говорил. Нет, не одном слове, одного слова, определения одного слова. Я говорю, все эти определения об одном слове. У нас идет война за язык. Надо понимать, что это наивное представление, как бы, такого аналитического артилософа, я не про вас сейчас, а вообще говорю, что вот под свои какие-то вновь обнаруженные феномены можно придумать тот же язык, какую-то новую терминологию развести, и ей пользоваться это будет работать. Нет, как бы каждый язык, это как валюта, он должен быть чем-то обеспечен. Поэтому естественный язык, у которого капитализация наиболее масштабная, за которым стоит невероятное количество разных вещей, это такой ресурс, такая валюта, за которую бьются. Поэтому слово сознание, оно выступает как вот такая высота, которую пытаются захватить. Очень важная высота. В это слово пытаются вложить свой смысл все разные концепции. Вот, поэтому само развлечение ваше между спором по существу и спором о терминологии, мне кажется, в этом смысле оно теряет свою остроту. Нет спора о терминологии, потому что спор о терминологии оказывается и спором по существу. Что мы на эту высоту возгрузим? Какой феномен? Понимаете, вот я сюда притащу свой феномен, размечу его там, и все поменяется. Ну, я совершенно согласен, можно я поддержку его? Можно я вам отвечу? Так сразу же вместе. Ну давай, хорошо. Потому что мне кажется, Александр, ваша основная ошибка заключается в том, что вы не различаете понятие слова и понятие понятия. Ну как же? Я только об этом и говорил. Вот только об этом и говорил. Все слова многозначны, абсолютно все. Не обязательно. Понятие сущности – это, так сказать, необязательное понятие. Не существует априорной необходимости в этом понятии сущности. Вот это все идет от гегельянства. А некоторые вообще не знают, что такое сущность, да? Но все знают, что такое слово. Слово многозначное. Так вот, слово может нагружаться разными смыслами, которые в научно-философском дискурсе называются понятием. То есть осмысленными значениями. И вот о чем можно говорить. А как, в чем оправданы эти понятия? Эти понятия оправдываются самим дискурсом, который вы предлагаете. Но если вы предлагаете достойный дискурс, в котором сознание понимается именно так, как вы хотите, то и шикарно, и все последуют за вами. Ну, господа, слушайте, я не понимаю, о чем вы говорите. Александр, я услышал, я давайте отвечу, я Антон заодно отвечу. Я говорю вне философии, вне всякого дискурса и всяких высот. Я говорю, что сейчас сложилась такая ситуация. Ее нужно просто знать и учитывать. То, что борются, я согласен. Одно направление борется за данное понятие называть словом сознание. Другое направление борется за данное понятие называть словом сознание. И нельзя сказать, кто из них прав. Нельзя. Да, но есть вопрос в том, можно ли разрешить эту проблему так, как предлагаете вы. А именно ввести понятие сознание 1, сознание 2 или развести сознание перцепленное море. Нет, 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 нет. Скажем так, если я буду писать книгу, статью, текст, и еще буду работать в среде своих единомышленников, у нас проблем не возникнет. Мы определили, вот это понятие, мы определили этим словом, мы работаем. Но когда сталкивается несколько разных, вот мы с вами столкнулись, у нас разные понятия называются словом сознание. Что мы делаем? Мы говорим, я называю словом сознание вот это понятие. А я говорю, я называю словом сознание вот это понятие. Все, я понимаю то, что вы говорите, вы понимаете то, что я говорю. Спорить здесь бессмысленно. Так же никогда не происходит. Вот вы открываете какую-нибудь книжку, там нигде нет никаких определений, что человек понимает по сознанию, а не по другим. Я пытаюсь это найти. Вам предлагается только одно. Включиться в это как германтический круг понятия. Вы должны просто туда ломануться, и из контекста, из системы. Да, но будет все равно одно понятие. Вы предлагаете в системе предпослать определение... Да я не предлагаю ее предпослать. Вы признаете, что если человек внутри одной системы одним словом называет разные понятия, это хорошо? Александр, если внутри одной системы... Понятие одним словом называют разные понятия, это хорошо? Лопа, лопа. Отвратительно. Поэтому я понимаю, я беру книгу и начинаю читать. Я понимаю, да он дает определение, не дает определение, не важно. Я понимаю, на что он указывает, о чем он говорит. Я открываю другую книгу, он этим же словом, другой автор, называет другое понятие. Я читаю, я тоже понимаю, о чем я говорю. Хорошо. Каким образом, каким образом технически человек должен указать на то, что он обозначает этим словом? Поскольку слово это и есть, дайте мне сказать, слово это и есть указание на феномен, понимаете? Не всегда. Оно так вот задумано. Да, я сказал, коса, коса, я сказал. Вот оно как бы задумано, как некое указание. Оно может указать на несколько рахм. Да, но его функция указывает, переходить от каких-то звуковых фонел к тому, что подразумевается. Вы говорите, а ты мне определи. То есть он должен использовать какое-то другое слово, чтобы это слово, определить эту связь. Антон, я не говорю, я не говорю, определи. Я говорю, следую одному принципу. Скажем, когда я говорю, когда девочка пошла в парикмахерскую и ей заплели косу. Разве вот эти люди, которые каждый свое определение вводят, разве они не следуют своему определению? Следуют. Вот и все, значит, проблема никакой нет. Каждая из них. Проблема есть в том, что когда я выхожу вот сюда к доске и говорю, создание то и то, Булат начинает кричать, нет, создание другое. Вот в чем проблема. Нет, но я понял. Потребность... Извините, извините, извините. И когда в прошлый раз мы начали разговаривать, Владимир сказал, нет, сущность одна, сущность одна. И вы тоже начали все, нет, сущность одна, и Булат говорит, нет, сущность одна, мы просто по-разному называем. А только в конце Игорь сказал Зайцев, что, ребята, ну извините меня, сущности разные, понятия это разные, и это нужно принимать и учитывать. Разные понятия называют одним словом. И нужно понимать и спорить с человеком, Булат пытается спорить с человеком, называющим словом сознания одну сущность, имея в виду другую сущность, другое понятие, которое он называет. Вот в чем проблема. То, что будут все разные называть, пожалуйста, это знать и учитывать, что нет одной сущности. И нет одного понятия, в понятии называемое словом сознание. Разные, многозначные. Но вот можно продолжить мысль Александра. Многие люди могут пытаться вложить в слово сознание разные смыслы. Весь вопрос в том, что есть ли система в целом, которую они построят, ну или дискурс, да? Если он потерпит крах, если он показывает свою несостоятельность, то это как бы, это значение из этого слова сознание, оно вымывает. Конечно, конечно. Собственно, когда на вас нападает Булат, он, конечно, спорит не о словах. А он, исходя из своего представления, разумеется, которое может быть неверным, да? Он представляет так, что он уже заведомо видит, что такая понятивная система, вот такая как бы расстановка там сущих, да, не знаю, означающих, она не приведет ни к чему разумному. Он как бы видит, что здесь выхода нет. И он говорит, если вы ведете такое и такие определения, вы ничего не получите. Вот примерно что. Ситуация не такая, потому что как только я Булату сказал, что давайте употреблять ни слово сознание, ни перцептивное поле, он согласился, заболчал. Об этом и речь. Вот это то, о чем я хотел сказать. Вот ваша потребность обсуждать определение обусловлено тем, мне кажется, что вы, Александр, очень любите давать определения свои понятиям, которые в общем воспринимаются совершенно по-другому. Понимаете, да? И возражение Булата, я думаю, связано не столько с тем, что он считает ваш концепт неудачным, а с тем, что в общем-то под сознанием понимается не что-то иное. И просто в качестве рекомендации я бы в таких случаях поступал как? Действительно, надо искать слово для того, что ты хочешь выразить, чтобы не вызывать вот такое возмущение. Хорошо, я отвечаю. Дело в том, что я выхожу сюда. У меня есть конкретная тема, скажем, конкретная тема. Психологические опыты. Это тема, это некая область, некая трансфера, в которой уже сложившийся язык. И психологи, и нейрофизиологи сознанием называют именно перцептивную картинку. И поэтому, извините меня, не я должен менять терминологию, а те, кто меня слушают, должны знать, что в этой области называют сознанием именно перцептивную картинку. И поэтому, если я выхожу говорить про Гегеля и буду говорить про сознание, имея в виду психологическое значение, он в полном праве может меня размазать по стенке, по этой доске, и сказать, что у Гегеля другое понятие называется сознанием. Поэтому в данном случае, во-первых, он должен понимать, что в разных областях разные люди называют сознанием разное, разные понятия, и нужно учитывать, в какой области. То есть нельзя переносить свободно из одной области в другую и переходить на терминологию с одной области по другую. Вот если сейчас мы откроем любой текст по нейрофизиологии, в которой возникают проблемы сознания, они обсуждают. Они обсуждают именно человек в сознании или не в сознании. Как определить, вот лежит человек в коме, есть ли у него сознание или нет у него сознания. Они не имеют в виду ни психику, ни я, ни личность, ни его рефлексии, а просто ему что-то дано или не дано. Что-то различает или не различает. И да, сейчас научились. Есть интегральный метод, когда предложен этанонией итальянцам. То есть нельзя по отдельным всплескам сигналов активности мозга определить, в сознании или нет. Но если взять интегрально, померить несколько разных параметров и их рассчитать как некую функцию, то практически 100% можно определить, человек в сознании или не в сознании. А многие в коме действительно остаются в сознании. И когда я обсуждаю психологические опыты и обсуждаю эту проблему, я вот это сознание, перцептивную картинку, называю сознанием. Вот и правильно делаю. Поэтому и в данном случае спорить с тем, что а у Гегеля по-другому? Ну вот я говорю, а у Гегеля по-другому? Это нормально, это хорошо. Поэтому вот жалко, вот был ответ, но он уже посмотрит, что это нормальное явление. Скажем, многие понятия экономики, скажем. Мы все прекрасно понимаем, что это экономика. Нам нужно показывать пальцы, но мы будем по-разному описывать. А сознание, вот так вот. У Гегеля это одно, там у Хайдгера это другое, а вот в нейрофизиологии современной или в аналитической философии сознания третье. Но есть такие моменты, скажем, в той же аналитической философии сознания, когда они сами нарушают принципы единства терминологии. И у одного и того же человека в одних и тех же осуждениях можно встретить использование термина сознания в двух разных смыслах. Очень часто бывает, человек говорит о трудной проблеме сознания, Чалмерса говорит, обсуждает. И потом переходит совершенно незаметно на обсуждение психофизической проблемы. И переводит это как проблему сознания тела. Вот сознание тела это одна проблема, а трудная проблема сознания это вторая проблема. И при этом здесь сознание в одном смысле, а здесь сознание в другом смысле. Нет, вот тут я категорически не согласен, но я не хочу это обсуждать. Ну-ка давайте отдельно. Но я хочу просто давным обговорить, что вот для таких философски нагруженных понятий, как сознание или бытие, перенесите то, что вы сказали, на понятие бытие. Не буду перенесить, потому что сознание вполне конкретное. Я употребляю слово в речи, и в конце концов в результате вот или получается согласование, или не получается. Невозможно изначально давать определение, потому что любое определение, оно ограничивает. А философия... Во-первых, определение давать мне нельзя. Вообще понятие определения философии негоже. Не надо. То есть, ибо я обычно там, когда пишу, я говорю, давайте определим, давайте зафиксируем, что мы будем иметь вот это под этим подразумевать. То есть я же должен сказать, когда я пишу, о чем я пишу? Я о сознании, самосознании я пишу, или я пишу о перцептивной картинке? Например, что вот в данном тексте, под словом сознание, я буду понимать данность субъекту объектов. Та, которую он различает, приходя в сознание, которую он теряет, потеряя сознание. Вот об этом... Это не определение, это не определение, это указание на тот предмет, указание на ту сущность, на то понятие, которое я буду сейчас описывать. А в другом тексте, может быть, даже могу и по-другому. Но то, что другие философы... Какое-то понятие все равно должно быть. О чем я говорю? И закончу сейчас пафос моего разговора. В том, что нет одного понятия сознания. Есть много разных понятий, которые разные философы в разных сферах, в разных направлениях называют словом сознания. И прежде всего, чем сам произнести, я должен, как говорю, слово коса, я должен указать, это себя в хозяйственный инструмент, или что-то из парикмахерского дела, или связано с рекой. И также, произнеся слово сознание, я должен сейчас сказать, я это имею психологическое сознание, или я имею в виду Гегеля. — Я тогда скажу без этого. — Значит, так, конечно, надо в любом беседе оговаривать. — Ну, конечно. — С точки зрения Александра Павловича. — Последнее, что я хотел бы добавить, это философская речь, конечно, любое сказание, любое понятие должно быть согласовано с тем, на котором ты этого сказали, не делаешь. И если в понимании в вашем сознании это не есть со-знание, то есть сам язык не участвует в нагруженности и смыслах, то это, по-моему, глубочайшему убеждению. Это негодное определение. — Ну, так вот, если мое понимание сознания, то есть то понятие, которое я называю словом сознание, абсолютно согласуется с языком. Абсолютно. То есть то, что я прихожу в сознание и теряю сознание, то есть в языке. То, что нам дано, я теряю, это я потерял сознание. Я не какую-то там функцию у себя потерял, а в сознании. А многие дают несоответствие этому языку. Скажем, когда говорят о психике или только мышлении, я могу не мыслить, находясь в сознании. Ну, ладно, это уже, наверное, это не так.